Сегодня в начале первого часа ночи в сердце Екатеринбурга возле плотинки, в полусотни шагов от каменного моста через Исеть, в сумеречном свете уличных фонарей под светофором, не поделили дорогу темный как Смоля Рено Дастер и лада двенадцатой породы. По свидетельству ночного очевидца Олега, Дастер хотел повернуть налево с Малышева на Горького, а парень на двенашке начался прямо с кольца напротив центральной гостиницы в сторону плотинки. Одним словом встретились два одиночества. Получается, они оба на желтый ехали. Двенашка ехала, получается, оттуда. За ней ехала машина, которая, получается, лачать. Она остановилась просто, то есть помогла мне вытащить водитель с двенашки. А Дастер, получается, поворачиваю сюда. То есть, соответственно, Двенашка просто нам не дал проехать дальше прямо двенашке, потому что они оба ехали на желтой. От сокрушительного удара совершенно зубодробительного, если, конечно, допустить, что у Лады до аварии были зубы. И она могла огрызаться. Дастер отлетел к обочине, перелетел через бордюр и разбитым носом уткнулся в серо-стальной забор дорожного ограждения. После аварии парнишка рулевой двенадцатой Лады оказался зажат в салоне, что неудивительно с учетом помятости автомобиля. И очевидец Олег первым бросился ему на помощь. К счастью, все обошлось. У парня ушиб колено. И уезжать на скорую больницу он наотрез отказался. Водителю Дастера доктора правую ладонь перебинтовали. Других ран и ссадин у него вроде бы не было. Но мужчина во время беседы с ночным репортером почему-то все время перебинтованную ладонь прижимал к нижней челюсти. По версии Дмитрия, его дорожный оппонент на перекресток выехал уже на красный. Вероятно, в этой аварии хуже быть и не могло. Асфальт сухой и видимость на дороге по ночным городским меркам вполне умеренная. Но разбитого железа и стекла после аварии на дороге осталось много.